Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Продолжаю дегустацию томатов. И вот сейчас я дошла до сибирского изобильного. К сожалению, первые кисти у меня уже не сохранились. По 4 кисти на каждом растении мы уже скушали. На нём на пачке написано крупноплодный томат. Но в описании указано, что плоды до 200 граммов. Вот эта вот четвёртая и пятая, по-моему, кисть, они не очень крупные. Они вот такого вот, написано, вытянуты, вытянуты овальные. Я уже удивлялась и делала, когда видеообзор, что на одном и том же кустике, я вот сегодня сорвала, смотрите, может быть томат вот такой формы, а может быть томат и вот такой формы. Казалось бы, совсем разные, но это с одного куста, одни и те же. И в описании к пачке написано, что они могут быть вытянуты овальные или овальные. Вот, видите, вот вам разные со всем формам. Но это одни и те же. И когда одна девушка написала, что это у вас не сибирский изобильный, я засомневалась, зашла в интернет, всю информацию просмотрела. Нет, это действительно сибирский изобильный. Ещё мне тут женщины начали подтверждать, что у них такой же. Я думала, что пересортится. Вот это именно вот такие среднего размера плоды. Вот не знаю, какой формы, как сказать. Они и не сливовидные, и не персиковидные. Вот написано, вытянуты овальные. Ярко-ярко красного цвета при созревании. И прямо сегодня прочитала сообщение, одна женщина подтвердила, да, это сибирский изобильный, мне не понравилось, он пресный. Но я хочу сказать, что, наверное, у всех разный вкус. Меня, наоборот, поразил вкус этого томата нынче. Он оказался самым-самым сладким среди всех. Он и вкуснее пудовика оказался, сладче любимого праздника. Вот что и Настенька уступила ему. Вот сладкий, сладкий, сладкий. Но я, конечно, рвала, пробовала вот такие, окончательно спелые, которые вот прям до созревания. И ещё я не раз говорила, что нынче у нас жаркая погода, я держу их на подсосе, сильно не поливаю. И в этом году получились вот сахаристые, такие сладкие томаты. Возможно, в других условиях, или в открытом грунте, в дождливую погоду, он бы показал другие вкусовые качества. Но нынче он превзошёл всех. И я его оставлю, конечно. Соберу с него семена, и будет он у меня под названием сибирский изобильный, даже если это не сибирский изобильный. Потому что я в сомнениях, я первый раз садила, пачку взяла в магазине, потому что это новинка была написана, мне понравился внешний вид. Теперь ещё и понравился вкус. Будет это всё равно сибирский изобильный, даже если это не он. Но я склонна думать, что это всё-таки он, потому что я много информации посмотрела. Сейчас я разломлю какой-нибудь любой плод, чтобы был сильно спелый, ну такой нормальной спелости. И мы посмотрим. Конечно, ломать такие плоды сложно, которые уже переспели. У него мякоть не такая сахаристая, как у крупных, которые я перед этим разламывала. Помните, был петруша, потом пудовик. Но всё равно, видно, что он не водянистый, он не стекает соком. Иногда разломишь помидорку, там кроме сока ничего нет. Сок вытек, и всё, а мяса нет. Нет, он нормальный. Видите, мяса много, мясистый. Специально вот Рита Зуйналова, по-моему, у меня всё просит разрезать. Специально разрезала один плод, потому что у меня их много, он уже обильно плодоносит. Белое вот это пятнышко только у плодоножки. Это у каждого томата у нас есть. И если мы его вырежем, вот этой вот, как мне сказали, что волчок называется по-народному, вот этого волчка вдоль всей томатки нету. Всё. Вырезала я вот эту белую плодоножку, дальше идёт одно мясо. Что хотела сказать. Этот томат, он вообще пишется, что он для теплиц. Я в этом году посадила в двух вариантах, вы всегда знаете, что я же пробую, кто вот смотрит за мной. Я выращиваю в теплице и посадила ещё его на улице. В теплице он поспел самым первым, но тут я не стала бы это, так сказать, такое как за достоверность такую воспринимать, потому что он у меня выращивался в пятилитровой баклуши, ему было дано более такая, даны более условия льготные. Вот госпожа удача, он и королевский. Они и поспели в первую очередь. На будущий год буду на равных условиях, сортов 10 или 12 высаживать, и посмотреть при равных условиях, какие из них быстро поспеют. Но вот он, его описание пишется, что именно для получения раннего урожая, потому что он очень хорошо, очень быстро отдаёт ранний урожай. И вот сейчас, в это время, в конце июня, когда он начал вспеть, потом в июле, как раз нужны такие плоды, пусть они будут не очень крупные, но главное, чтобы они быстро созревали дружно. Вот у нас, я говорю, по 4 кисти на каждом растении мы уже съели. Всего это длинное растение, оно 1,72 метра, у меня доросло оно до потолка, вот всего это длинное растение может дать 7-8 кистей за сезон, ну а там уже и лето, конечно, кончится, у нас будет холодно. По урожайности, там, по-моему, 5 килограмм указана урожайность, но я считаю, что для таких томатов не важно вот этот большой объём урожайности, если он способен дать ранний урожай, это уже большой плюс для него, ещё особенно вот какой он сладкий, как нынче, вот в этом году, очень сладкие томаты, прям прелесть. Мне этот сибирский изобильный понравился, он новинка в моём огороде, но теперь я, наверное, буду высаживать его хотя бы по несколько кустов каждый год. То, что он сибирский сорт, это ещё говорит о том, что он выносливый. Я вот высаживала в очень холодную погоду, и некоторые томаты сорта у меня замерли в теплице, а он развивался и рос по-прежнему. Перемена от того, что я его вынесла из дома, из тёплой теплицы в холодную теплицу, он не сильно был, ну, не сильно было, что он замечает эту разницу. Но вот мне понравился. Всё, до свидания. Это была дегустация сорта сибирский изобильный. То, что он очень сладкий, я уже знаю, мы уже съели их очень-очень много. Оказался этот сорт самый сладкий из всех первых. Всё.